Всем привет! Сегодня мы познакомим вас с шикарным проектом, который называется SENS. Это высотка, которая находится на 5-й улице Протомнак в 60 метрах от моря. Если у вас есть свой собственный вертолет, можете прилетать прямо к себе на крышу. Какая у вас мечта? Я за 4 года не поменял ни одной лампочки у себя в квартире. В SENS более 10 различных планировок. Это пример односпальной квартиры 52 квадратных метра. Квартиры в SENS сдаются со всей встроенной техникой. По цене такие начинаются от 6,5 миллионов бат. Учитывая, что SENS находится на первой береговой линии, практически с каждой квартиры здесь открывается прямой вид на море. Мы сейчас с вами посмотрим единственный лицензированный русский детский садик в Паттайе и также пообщаемся с директором этого замечательного учреждения. Знакомьтесь, это Ирина, она директор садика Семицветик. Ирина, расскажите, сколько лет уже вашему бизнесу? Наш детский центр был открыт в 2009 году. В 2010 году мы легализовались, получились необходимые документы и через год у нас будет 10-е годовщина. Как будете отмечать? Пышно. Вы нас обязательно пригласите. Мы обычно радуем всех наших ребят большим праздником, каким-нибудь театрализованным представлением. Мы это делали практически каждый год. Последние годы у нас просто так много проектов, что мы не успеем каждый год отмечать, не успеваем. Поэтому ждем какого-то юбилея, а 10 лет это юбилей. Ну да, это серьезно. Да. Я, насколько знаю, у вас помимо детского садика еще есть начальная школа. Да, случилось так, что наши родители попросили принять детей в первый класс. И уже лет, наверное, 7 у нас существует начальная школа с 1 по 4 класс. Каждый год мы просим школу при посольстве разрешить нашим детям пройти аттестацию. И все, у кого в порядке документы, могут это сделать. Ну, понятно, сейчас каникулы летние. А если мы говорим про учебный год, сколько у вас детей на попечении? И в садике, и в школе? В школе в этом году было 35 детей. И в детском саду порядка 70. Ну, так как люди приезжают и уезжают, и цифры все время плавают, то, в общем, около 100 детей каждый год в высокий сезон у нас бывает. Все ваши подопечные – это русскоговорящие или есть иностранцы? У нас очень много иностранцев. Порядка 20% детей – это, можно сказать, что тайские дети, которые рождены либо в смешанных семьях, либо только в тайских. И если это русско-тайский союз семейный, то понятно, почему один из родителей хочет, чтобы их ребенок знал русский язык как родной. И с другой стороны вопрос может возникнуть, почему тайские дети к нам приходят, которым, казалось бы, незачем учить русский язык. Так нет, это интересует родителей. Причем интересует и в плане дальнейшего бизнеса, и в плане того, чтобы дети были успешными. И я думаю, что тайские граждане полагают, что работа с Россией для них перспективна. То есть это, наверное, и туризм, и, возможно, какие-то бизнес-проекты, которых сейчас очень много. И вообще отношения между странами снова развиваются. Поэтому я думаю, что тайцы вкладывают таким образом в будущие детей, в будущие детей в русскую среду. А сколько примерно таких детей? Около 20%. То есть постоянно ходит примерно от 10 до 20 детей от смешанных тайско-российских либо тайских врагов. А вот дети из тайских семей, какие у них есть какие-то сложности с языками? Вы знаете, они попадают в среду, и где-то в течение полугода или года они начинают говорить по-русски. И понимают по-русски. Сначала они понимают, потом начинают отвечать и разговаривать. И у нас были родители, которые вернулись к нам, ну, походили какое-то время в детский сад, потом у них была остановка, и они хотели пойти в тайский детский сад, походили и все-таки вернулись к нам, потому что ребенок, приходя домой, говорил с ними по-русски. И родители решили, что нельзя так останавливать, надо продолжить обучение языка. И девочка вот это говорит совершенно без акцента. И более того, они запланировали к нам пойти в первый класс. То есть это уже ступень обучения. Для меня это вообще большое удивление. Я думал, это только русскоговорящая школа, если на то ходят только наши соотечественники. Нет, есть также и дети от разных браков, не российских граждан, которые тоже считают, что, во-первых, если ребенок знает много языков, это очень хорошо, особенно если они с детства хорошо ловят все разные слова и могут научиться. И, во-вторых, русский язык, как мы видим, в приоритете. Сегодня мы захотели показать вам наше любимое кафе Sky Gallery. Оно находится на Протамнаке, чуть ниже отеля Кози Бич. Sky Gallery расположен прямо на обрыве, и здесь шикарные виды на закат. Приехать сюда вечером, выпить какой-то вкусный коктейль, это, поверьте, лучшее завершение дня. При покупке квартиры в Таиланде существуют дополнительные платежи, которые прописываются в вашем контракте. Как правило, они рассчитываются, исходя из площади вашей квартиры. Первый платеж – это обслуживание комплекса. Это регулярный ежегодный платеж, который есть в каждом проекте. Математика идет следующая. 30-50 бат за квадратный метр, в зависимости от комплекса. То есть, если у вас квартира 40 квадратных метров, и обслуживание стоит 30 бат с квадрата, это 1200 бат в месяц. Это деньги за пользование всей инфраструктурой. То есть, тренажерные залы, сауны, бассейны, охрана, видеонаблюдение и так далее. Также клиенты часто нас спрашивают, а что насчет парковки? Парковочные места в Таиланде не сдаются, не продаются. Это как часть инфраструктуры. Они предоставляются жильцам в общее пользование. То есть, можно ставить свой транспорт, байк или автомобиль на любое свободное место. Поверьте, в Таиланде не бывает проблем с парковочными местами. Также есть очень приятный момент, что в любой управляющей компании в жилом доме в Таиланде всегда есть дежурный слесарь, сантехник, электрик. Ну, к примеру, я за 4 года не поменял ни одной лампочки у себя в квартире. Ну, элементарно, потому что хотя бы нужно стремянку для этого иметь. Мне гораздо проще спуститься вниз в управляющую компанию, попросить тайцев, чтобы они все это сделали. За это не берутся какие-то дополнительные деньги. Я просто от себя даю 20-50 бат ночевые. Также существует разовый платеж, который платится первым покупателям один раз в жизни. Это будущий капитальный ремонт, ну или как мы его здесь называем, амортизационный фонд здания. Расчет идет примерно 400-500 бат за квадратный метр. А если у ребенка возникают какие-то трудности с успеваемостью, ему нужно подтянуть язык или еще что-то, есть ли возможность дополнительных занятий? Мы такой вопрос тоже рассматривали, предложили родителям следующий вариант. Во-первых, у нас есть продленка. Во время продленки дети успевают сделать домашнее задание, причем делают это самостоятельно, мы их к этому приучаем, чтобы потом всю жизнь школьную они могли все-таки сделать это сами, без помощи родителей. И второй вопрос, конечно, если есть необходимость и нужен дополнительный час, мы, конечно, договариваемся для родителей по той цене, которую мы строим. Ирина, а со стороны России, с Министерства образования либо общественных организаций, есть ли какая-то помощь? Ну, это вопрос очень развернутый на самом деле, потому что он включает в себя и помощь России как таковую, потому что Россия очень сильноправленно развернулась к соотечественникам. И Россия старается помочь, и выработала уже программу «Русская школа за рубежом», но она еще не до конца готова к реализации. То есть такие программы есть, люди об этом думают, все стараются помочь. Но вот в данном случае сейчас нам могло бы помочь открытие генерального консульства в правительстве Чонбуре, тогда мы могли бы открыть при нем русскую школу. И если бы это случилось, то вопрос школы был бы на какое-то время решен. То есть эта школа была бы государственной, она могла бы иметь те же полномочия, как школа предпоследствия России, в том числе и принимать государственный экзамен. Если говорить о том, что сейчас делаем мы для этого, то в составе Союза отечественников мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы это генконсульство все-таки было открыто, потому что других пути пока мы не видим. И государство не может работать с частными структурами, ну, по своей, скажем так, по своему уставу. И с другой стороны, наши соотечественники не должны терять право на получение образования, несмотря на то, что они находятся за рубежом. У самых маленьких сейчас идет сончас, но дети, которые находятся в начальной школе, сейчас находятся в летнем лагере, где могут подтянуть свои какие-то хвосты. Сейчас пойдем посмотрим, чем они там занимаются. Это, кстати, транспорт от школы, детского сада, который забирает детей из дома и привозит обратно. То есть здесь вопрос с доставкой ребенка, он решается стороной детского садика. Проект «Сенс» сейчас находится на завершающих этапах строительства, будет готов к заселению в сентябре этого года. В комплексе осталось еще около 25 различных квартир, как студий, так и односпальных, и двухспальных. Можете написать нам на электронную почту, мы обязательно отправим вам какие-либо предложения по этому проекту. Это офис-управляющая компания, которая находится в 20 метрах от самого проекта. На макете изображена инфраструктура и, собственно, план комплекса. Вся инфраструктура находится здесь на 15 этаже. Это тренажерный зал и сауна, и бассейн. На крыше у нас есть вертолетная площадка, так что если у вас есть свой собственный вертолет, можете прилетать прямо к себе на крыше. Помимо того, что у «Сенса» шикарные видовые характеристики, близость к морю, здесь еще очень интересное соседство. Вблизи с этим проектом находится резиденция принцессы. То есть периодически представители королевской семьи приезжают сюда отдохнуть в Паттайю. А я правильно понимаю, что программа обучения, она соответствует вашей школе, соответствует российской? Да, мы именно так и построили свою работу, чтобы наша программа была такой же, как в России, чтобы дети, которые приезжают к нам или уезжают от нас, могли спокойно вливаться в ту учебную среду, в которую они попадают. Потому что если мы думаем о том, что ребенок, обучавшийся в интернациональной или тайской школе в Таиланде, имеет тот же уровень знаний, как и в России, то это не так. В России уровень сложнее. И очень часто уже я слышала такие случаи, что детей сажали на класс младше или даже на два, учитывая то, что ребенок просто не умеет писать, читать по-русски. То есть его не могут посадить в третий, в четвертый класс до тех пор, пока он этому не обучится. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы передвижение детей из одной страны в другую, учитывая возможности как раз возвращения, а не тех детей, которые планируют до конца каких-то своих учебных дней находиться в Таиланде. То есть мы стараемся сделать все для того, чтобы они влились. Хорошо, представим, у меня есть ребенок, он в третьем классе. Я хочу приехать сюда в сентябре и пробыть там, пусть будет до мая, то есть я прям 6-9 месяцев хочу быть здесь, в Таиланде. Вот для того, чтобы ребенка в третий класс устроить сюда к вам, что для этого нужно? Для этого нужно до 1 сентября заключить контракт, то есть обозначить, что ребенок будет, потому что мы набираем классы, мы не можем набрать их больше, чем положено, либо не доукомплектовать, потому что мы должны их обеспечить самоокупаемостью. По этой причине, в общем-то, ребенок может поступить с сентября, либо с октября, если вы пишете заявление о том, что вам нужно именно с этого срока. И ребенок может посещать столько месяцев, сколько нужно, и если он посещает полный год, то, конечно, мы уже можем рекомендовать ему пройти аттестацию. То есть первоначально мне нужно написать вам письмо. Конечно. И вы тогда уже говорите, да, у нас есть возможность взять в третий класс, у нас есть там вакантное место. И мы решаем вопрос с учебными материалами, которые нужно приобрести, так как у нас за углом нет магазина, поэтому приходится много привозить из России. Все методички, все учебники, все из России. Каждый родитель сам привозит все, что ему нужно для его ребенка. А мы обеспечиваем учителю. Все, понял. Ну, от тебя могу, наверное, только пожелать успехов в вашем замечательном бизнесе, потому что воспитание детей – это вообще основа жизни, основа всего. Я желаю, чтобы у вас все было отлично. А у вас вообще, какая у вас мечта? У меня мечта – это русская школа, государственная школа. Несмотря на то, что, казалось бы, частный бизнес должен думать о частных каких-то выгодах, на самом деле нет. Я очень хочу, чтобы была русская школа, и она была бы государственной. Я даже предлагала на одном из форумов, что я готова свою компанию, свою школу отдать под государственную систему, если это необходимо для того, чтобы запустить у нас в нашей конкретной. провинции, запустить программу «Русская школа за рубежом». То есть я готова была просто отдать это. Отдать России, чтобы у детей была русская школа. В общем, это здорово, что в Паттайе есть люди, которые настолько увлечены своим любимым делом, отдают всего себя и даже не преследуют здесь какие-то коммерческие цели. В общем, еще раз, я желаю вам только всего самого хорошего, успехов и развития вам и вашему бизнесу. Спасибо. На этом наш выпуск заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии оставляйте. И до скорых встреч. Пока.